Привет, котики и зайчики, девочки и мальчики! С вами я, Ангелина. Сегодня у меня ужин. Так как на обед мне вообще ничего не хотелось есть. А сейчас вроде как... Ну, жара всему виной. Из-за этого есть не хотела днём вообще. А сейчас к вечеру думаю, дай-ка пожарю котлетки. В общем, у меня на ужин вот такие вот куриные котлетки. Вот, я их делаю с овощами, то есть фарш. Значит, делаю я их так. Покупаю брокколи замороженную. Вот. И прокручиваю филе куриное. Ну, у меня там где-то, наверное, ну одна куриная грудка. И грамм 300-400 брокколи. Прокручиваю всё через мясорубку. Добавляю тоже морковку через мясорубку, лук, чеснок. И всё. Яйцо я не добавляю, когда делаю котлетки. Они хорошо держат вот форму. Дети у меня очень любят такие котлеты. Дочка так брокколи она не ест, а в котлетках кушает. Можно сделать в духовке такие, можно пожарить. Вот. И сын тоже любит то, что он брокколи тоже так же не ест. И пожарила такие котлетки. Без гарнира. У меня тут, значит, свежие огурчики, помидорчики, салатик, укропчик. Имбирь маринованный немножко. То, что осталось, кушаю любую хлеб. В общем, у нас сегодня, сейчас попробую, на соль вкусный. Они такие сочные получаются за счёт овощей. Ну, вот за счёт брокколи. Вкус брокколи, он такой вот не ощущается так. Что прям, ну, я сама его брокколи, она я не очень люблю. Цветную капусту люблю. Там, запечённую в духовке, вот запеканку. А брокколи я так, ну, не очень как бы. А в котлетах они вообще очень сочные. Если их ещё в духовке, ну, запечь без масла. То есть, они вообще как диетические. Филе куриное. Они прям тают в рту для детей. Это вообще. Вот дети же не очень, бывает, любят там овощи. Классный вариант. Попробуйте, приготовьте. Я ещё такие делала с цветной капустой. Тоже не брокколи, а цветную капусту тоже с фаршем. Ну, брокколи прикольно. Ну, вообще, она же полезная, брокколи. У нас сегодня жарко. Я... Опять, у меня же сын проходит медкомиссию. Ходила там тоже. Ну, он утром ходил к врачам. Проходил там. А я к педиатру днём ходила. Надо было мне там взять... Ну, анализы пройти эти бумажки. Потом сбегала, посылку получила. В Валбере заказываю там иногда вещи там. Ну, вообще всё подряд. И сыну кое-что заказывала. Что-то ещё такая быстрей-быстрей. Сегодня в больницу пришла, перепутала этаж. Надо было на второй, я на четвёртый помчалась бегом. Короче, и потом, ну, Валберис побежала быстро. Хотела сказать всем большое спасибо. У меня сто подписчиков. Уже там больше 100 чуть-чуть. Спасибо за поддержку. Очень приятно. Я вообще даже не ожидала. Как говорится, тоже всех смотрю. Ролики встают, как просыпаюсь. И включаю, что у кого нового. Ну, там бывает перед сном смотрю. Когда вот время тоже... Потому что много времени же тоже уходит. Ну, интересно тоже посмотреть, как люди другие живут. Как, что готовят. Там тоже я вот люблю. Ну, вот. И всех смотрю. Всем большое спасибо. Я даже хотела сегодня купить тортик. Ну, вот шла когда с больницы. Думаю, ну, куплю. Отмечу, как говорится, немножко такой. Хоть маленькую, но это праздник такой. Зашла в магазин торт. Вообще вот, ну, не хочу я. Жарко. Не хочу вообще. Сладко. Я даже есть не хотела. Купила, шла тоже, ну, домой мимо магазина. Там бабушки сидят. Клубнику у нас полно. Вот клубника пошла. И по 280 рублей килограмм купила сегодня клубничку. Крупная такая вот. Пришла детям на это, на мыло. Я говорю, ешьте витамины пока есть. Они это. Ну, и они поеду, и я с ними. И вот сейчас только к вечеру, ну, уже так чувствую, кушать вроде как захотелось. Укропчик. А так вообще, говорю, днем что-то вообще не хотелось есть. А знаете, как я листья салата ем? Что-то мне понравилось. Вот листья салата беру. Ложу в него кусочек имбиря маринованного. Вот так вот. Ну, и заворачиваю вот так вот. И ем. Потому что салат, он же как бы вкусный. Сам по себе. Когда так заворачиваешь, прикольно получается. Ну, вкусно. Сейчас сезон начался. Вообще, и все. Надо кушать зелень. Фрукты, ягоды. Кушать и кушать. Пока лето не кончилось. Котлетки. Объедение. Их даже жевать больно не надо. Прям тают. Они такие нежные. Очень вкусные получаются. Обалдеть. Я тут на днях, ну, задавала, не задавала, говорила видео. Ну, как бы задавайте вопросы. Может, что-то хотите узнать. Там, мало, конечно, поступило вопросов. Вот. Ну, было несколько вопросов. Там, расскажите о себе. Чем вы любите заниматься, помимо готовки, уборки. И, типа, а. Куда поедете после вот этого пандемии всей этой. В общем, немного расскажу тогда о своей родине, как говорится, где я родилась. Родилась я вообще, я на севере родилась. Значит, есть такой город, называется Усинск. Это Коми-республика, Ненецкий автономный округ. В общем, это крайний север. В общем, такой небольшой северный городок. Ну, вот. Там я родилась. Родилась, когда еще город строился. Туда в основном приезжали все на заработки. И дома еще строились, жили в балках. Такие были, как говорится, рабочие городки. Вот. Родилась я, значит, в городе. В этом. Жили в балке. Потом нам дали, ну, как, не дали, а мама купила квартиру с папой. Ну, вот. И переехали мы в квартиру. А так я, получается, до, по-моему, до трех лет или до четырех. Мы в балке. Ну, жили в балке. У нас там условий таких не было. Ну, папа там душ сделал хоть там. Туалет, конечно, по-моему, на улице был. Ну, вот. Я, когда мы переехали в квартиру, я так обрадовалась, когда я увидела ванну первый раз в жизни. Я вообще оттуда уходить даже не хотела. Угу. Угу. Вот. И, значит, жили мы в этом городе. А сейчас я живу в Салавате, Башкирии. У меня мама родом отсюда. Ну, не с этого города, она сама с Башкирии. И мы, как переехали сюда, мне было... Ой, сыну, получается, года не было даже. А мне было... Так, если сыну 16, мне 36... Ну, мне где-то 21, наверное, было примерно. Вот. И вот до сих пор здесь живем. Училась я... У меня... Я по образованию лаборант химического анализа. Училась я здесь в Салавате. Ну, в общем, когда родители жили на севере, я, значит, здесь училась. Жила у бабушки. У брата своего жила тоже. И когда заканчивала, потом уехала я домой в Гусинск. На север. То есть там устроилась на работу. Работала сначала в частной лаборатории. У нас была лаборатория экологическая. Мы исследовали воду. То есть с рек, с озер. И... Ну, так же там была и нефтяная лаборатория. Я была... Это... И нужно было, как вот у нас организация, вела мониторинг, получается, окружающей среды, почвы, воды, там, воздух, измерения все эти делали. Потому что, что, ну, как бы, предприятия эти нефтяные, они загрязняют же тоже это... Экологию. Работаю аллаборантом. На воде. Потом... У меня родился сын. У меня сын от первого брака. Ну, вот. Ну, был неудачный брак. Мы развелись. С мужем, с бывшим. И... Когда я была в декрете, я работала. Была в декрете уже потом, если она родила в 20 лет. У меня родители вот переехали в Салават сюда, в Башкиры. И пока в декрете была, жила здесь. И потом... Здесь работу я не смогла найти. У меня, ну, как бы, я числилась там на севере. И когда сыну он пошел в садик, я уехала на работу. Перевелась по вахтам там работать. А сын остался с мамой. Мама его воспитывала, получается, она. Долгое время я работала по вахтам. Ну, там долгая история. Может, как-нибудь расскажу про свою работу. Я работала за полярным кругом. Очень интересно было. То есть поменяла организацию. Потом уже в канадской организации потом работала, в американской. Интересно было. Там вообще в тундре работала по месяцу. Летали на вертолетах. Ну, вообще, очень интересно было. Потом, ну, когда я работала, я уже со своим вторым мужем познакомилась. Здесь, в Салавате. Тоже интересная история. Потом как-нибудь расскажу, а то видео затянется. В общем, так немного о себе рассказала. А насчет того, что заниматься, чем я люблю, ну, как таковых у меня нету занятий, как бы. Я очень много времени уделяю своей дочке. много внимания. Постоянно с ней 24 на 7. Ну, вот, люблю, говорю, смотрю ютубчики ваше видео. Вот мое хобби. Готовлю. Что-нибудь новое пробую. Также люблю петь, как говорится. Ну, ничего такого. Вязать и шить я не люблю, в общем, такое. У меня есть цветочки, там немножко, вот, ухаживаю. Так, всего по чуть-чуть вот. А так, чтобы такого хобби у меня нету. После пандемии куда поехать? Как говорится, мы не собирались куда-то там ехать на юг или что-то. У нас в Башкирии очень красивые места есть. Я даже не во все места ездила здесь вот. Хотим съездить на водохранилище. Там очень красиво мы были один раз позапрошлым году. Там такая красивая природа, чистый воздух, там очень красиво. Там большое водохранилище, Нугушское называется. Там просто вообще очень классно. Из природы мне очень нравится. Я люблю такие виды, там такие горы, но это просто не описуешь слова. не опишешь словами. Ну, может, туда вот поедем, если получится, конечно. Сейчас муж пока на работе, но я дома. Дома хозяйничаю, муж на севере работает. Спасибо за просмотр. Я покушала. Немножко рассказала о себе. У меня просто очень долго могу рассказывать. Много чего могу рассказать про свою жизнь. Может, у вас еще какие-то вопросы будут. Пишите, пожалуйста. Еще раз хочу спасибо сказать за поддержку, за лайки, за внимание, что уделяете, смотрите меня. Очень меня это радует. Налила себе попить за ваше здоровье. До скорой встречи. Всем хорошего дня. Уже вечера хорошего, не скучного, хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся. Пока.